Лекарства от ВИЧ не выдержали конкуренции. Лекарства от ВИЧ не выдержали конкуренции. Bristol Myers прекратила поставки в Россию ряда препаратов. Газета «Коммерсант» номер 23 от 8 февраля 2019 года, СТР. Семь появления более дешевых аналогов трех американских лекарств против ВИЧ вынудила их производителя. Bristol Myers Squibb, BMS остановит поставки препаратов в Россию. Другие иностранные компании могут принять такие же решения, так как обилие дженериков снижает привлекательность российского рынка. Однако угрозы эффективности лечения пациентов эксперты пока не видят. Наоборот, вспоминая о проблемах из-за перебоев с поставками лекарств от BMS. В январе уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок в Россию антиретровирусного препарата «Риатаз». Международное непатентованное наименование «Атазанавир» следует из материалов ведомства. В них же сообщается, что решение производителя не связано с проблемами с качеством, безопасностью и эффективностью препарата. «Атазанавир» входит в число препаратов, закупаемых Минздравом для больных ВИЧ, СПИДом, Гепатитом В, С и туберкулезом. В 2018 году объем его закупок министерством составил почти 2 миллиарда рублей, все контракты достали с AirFarm. Хотя вторичная упаковка «Риатаза» локализована на мощности «Р-фарма», на газзакупки российская компания поставляла только его «Дженерек Симанат», его производят «Фарма Синтез». Кроме того, в мае 2018 года входящая в AirFarm компания «Технология лекарств» зарегистрировала свой аналог «Атазанавир» от «Азанавир-ТЛ». В БМС не смогли оперативно предоставить комментарий. В январе 2019 года производитель сообщал о прекращении поставок в Россию еще двух антиретровирусных лекарств «Видекс», «Диденозин» и «Зерет», «Ставудин». Тогда в БМС решение объясняли снижением спроса, в 2017 году на российском рынке появилось несколько дженереков, и компания перестала получать заказы на поставку своих оригинальных препаратов. Последний раз «Свидекс» и «Зерет» ввозились в страну в декабре и октябре 2017 года соответственно, рассказали в БМС. Как производители поделили газ закупки препаратов против ВИЧ, гепатитов ИС и туберкулеза отказаться от поставок риотаза, могла по той же причине. По данным DSM Group, В 2016 году продажи препарата составляли 2,6 миллиарда рублей, в 2017 году 2,4 миллиарда рублей, а в 2018 году сократились до 19,8 миллиона рублей. ВИДЕКС и «Зерет» реализовывались в меньших объемах. В 2016 году продажи ВИДЕКСа составляли 214,8 миллиона рублей, а в 2018 снизились до 1,2 миллиона рублей. «Зерета» было продано на 4,3 миллиона и на 150,5 тысячи рубль. Соответственно, по словам главы отдела мониторинга коалиции по готовности к лечению Алексея Михайлова, Ставдин и Дедонозин уже устарели и широко не применяются, поэтому уход препаратов из России не повлияет на терапию пациентов. Господин Михайлов также напомнил, что в 2017 году поставки оригинального АТАЗа на ВИРа осуществлялись с перебоями по вине. Поэтому аналог фармосинтеза появился до истечения патента. Качество Симонода не уступает РИАТАЗу, кроме этого его стоимость ниже цены оригинального препарата, отметил эксперт, кто выиграл от централизации закупок АРФ препаратов по данным Госреестра предельных отпускных цен на препараты. Стоимость Симонода в дозировке 200 миллиграммов составляет 6,3 тысячи рубль, РИАТАЗа 7,8 тысячи рубль. В 2019 году стоимость российских аналогов АТАЗа на ВИРа может стать еще ниже, так как в графике закупок Минздрава этого МНН указана цена 1,5 тысячи рубль, добавил Алексей Михайлов. Помимо РФАРМА свои аналоги АТАЗа на ВИРа в 2018 году зарегистрировали Канонфарма Продакшн и Биокат, но на рынок они пока не вышли. Зато в обороте уже есть дженерик другого препарата БМС, защищенного патентом до 2023 года, противоопухолевого дозатиниба. Этот дженерик производит натива, с которой БМС сейчас судится, пытаясь добиться запрета на обращение аналога. Снижать цены вслед за российскими производителями дженериков БМС невыгодно, считает глава ДСМ Групп Сергей Шуляк. По его мнению, БМС не последняя компания, которая выведет из России часть своих дорогостоящих препаратов, так как ценовая политика властей и агрессивность дженериковых компаний снижает привлекательность отечественного рынка. Мария Котова